Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quarise. Я хотел бы сделать небольшой анонс. Недалеко от нашего города располагается весьма интересный музей. Музей стратегической авиации, так называемый SAC, Strategic Air Force Command. Я в этом музее уже был два раза, но так получилось фатально, что у меня то заканчивалось дисковое пространство, то оказался незаряженный аккумулятор в камере. И видео, к сожалению, там не заснял. Я очень снял много фотоматериала, но видео у меня, к сожалению, нету, поэтому роликов сейчас выложить не могу. Однако, экспонаты этого музея крайне интересны. Я вообще любитель ходить по такого рода музеям. Я был в музее Aerospace в Вашингтоне, я был в музее Королевских ВВС в Лондоне. Я с большим удовольствием съездил в подмосковный музей, где-то он там находится, в районе Быково, где-то звездный городок, там музей у нас находится. На Ходынке был, когда только-только произвели самолеты, которые еще не успели разломать, их только-только произвели, мне как раз повезло практически в первую неделю, кто попал и посмотрел, когда сейчас эта техника была в идеальном состоянии. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Вот этот музей, который находится у нас, я хотел бы сказать, ну крайне интересный. Для тех, кто разбирается в авиационной технике, я могу сказать следующее. Там есть SR-71 Blackbird, там есть U-2, там есть самый большой военный свалют-конвейер, там есть летающая крепость, там есть фантомы, там есть все-все-все-все-все-все-все-все. И Ланцер, и Вулкан, Авра, все самое вкусное, все самое интересное. И Хастлер есть. Более того, можно снять вообще уникальные вещи, там стоит срезанная кабина Б-52, можно залезть туда вовнутрь и подробно все заснять, как вот внутри у Б-52 дело стояло. Сеть там, покрутить ручки, там, по-моему, еще два или три самолета, срезанные кабины, куда тоже можно влезть и тоже, соответственно, все это заснять. Единственный нюанс, значит, учитывая, что разного рода культурные видео у меня крайне мало просматривают, по музеям в том числе, даже по Harley-Davidson я ожидал, что у меня будет больше просмотров, чем у меня сейчас есть. Значит, у меня, видимо, просматривают такие вот видео, ну, сугубо, сугубо ценители, сугубо ценители. В связи с этим у меня возникло предложение. Значит, я уже сам просто в этом музее два раза был, ну, и для себя лично я не вижу необходимости еще раз туда ехать. Ну, если вы хотите, чтобы я в своем вот любимом формате, со своими комментариями заснял вот эту экспедицию, а, скорее всего, я уже поеду туда подготовленным, нормальным, у меня есть уже запасной аккумулятор, у меня есть штатив, я могу приехать и пытаться даже нарезать нормальный, хороший документальный фильм. Более того, он будет лучше, чем вот это видео про зоопарк. Вот. Значит, я вот что хочу попробовать, поэкспериментировать. Давайте сделаем вот что. Я выложу свой счет на PayPal, потому что для этой экспедиции требуются небольшие расходы. Во-первых, дистанция достаточно большая, чтобы попасть, мне потребуется заправиться. Это раз. Второе. Музей платный вход, поэтому потребуется сумма порядка 25-30 долларов, чтобы заплатить за билет. И отдельно потребуется разрешение, тоже порядка 20-25 долларов, на видеосъемку, потому что там, ну, очень интересные экспонаты. Мне хотелось, чтобы меня не отвлекали во время съемки, там, разными вопросами, что я здесь снимаю и так далее на видео. Поэтому я хочу сразу купить тикет, чтобы ко мне не было вопросов. Поэтому, если вы хотите, хотите, чтобы я съездил в эту экспедицию и сделал это видео, каждый, кто может, давайте скинемся по 1-2 доллара. Учитывая, что у меня скоро будет 2000 подписчиков. Я не думаю, что все 2000 человек захотят смотреть это, но те люди, кому это реально интересно, никому не жалко не купить бутылку пива, скинуть эти несчастные, там, 30 рублей мне на PayPal, чтобы мне заправить машину, доехать туда, заплатить за разрешение на видеосъемку и за билет. Пожалуйста, давайте попробуем это сделать. Ну, опять же, жду ваши комментарии, как вы относитесь к такой вот идее. Если у нас такая идея и получится, если я найду достаточное количество меценантов. Ну, во-первых, естественно, я всех упомяну в титрах, кто внес свои посильные пожертвования. Это раз. Второе, значит, у меня есть хороший фотоматериал по этому музею. Я сделаю несколько крутых постеров, и те люди, которые унесли пожертвования, я скину на файлообменник эти постеры, и вы сможете их скачать себе и дома распечатать с моим автографом. Соответственно, вот эти постеры будут на хорошем уровне, поверьте. Я профессиональный фотограф, и постараюсь сделать все, что смогу. Найду что-то очень интересное, что в интернете нету вот таких вот самолетов. И если у нас этот проект удастся, у меня в планах есть еще два мероприятия, которые тоже могу, опять же, на такой вот основе добровольных пожертвований реализовать. Во-первых, у нас в городе есть возможность заказать полет на воздушном шаре. Я могу уточнить, какая будет стоимость этого полета, выбрать время, когда будет яркая солнечная погода, рано-рано утром туда подъехать, и, соответственно, подняться на воздушном шаре, и заснять с самого начала весь подъем. Поставлю штатив, и все это засниму, и покажу вам омуху с высоты птичьего полета, и как мы на этом воздушном шаре пролетим через всю омуху. Такое тоже возможно. Второй интересный вариант, здесь на севере есть небольшой аэродромчик с маленькими самолетами. Я могу также, опять же, уточнить стоимость такой небольшой экскурсии, и заснять такую же экспедицию. Как самолет, выкатся из ангара, я-то сажусь, мы взлетаем, пролетаем на домах, и все-все-все я буду комментировать, расскажу и вам покажу. Но начнем с этого музея. Если этот проект будет успешным, соответственно, будет воздушный шар вам, и будет самолет. Я вам все покажу, все постараюсь заснять. Жду ваши комментарии и ваши советы по таким проектам. Удачи и хорошего дня! Продолжение следует...